Одна такая процедура занимает несколько минут, но за микроскопом эмбриолог перинатального центра сидит буквально весь рабочий день. По подсчетам специалистов, в среднем по стране от бесплодия страдает каждая пятая пара. В Хакасии цифр значительно меньше, но на приемы таких супругов записывают практически каждый день. Перед медиками стоит задача – правильно выбрать один из методов лечения. Оценить основные параметры морфологии, подвижность, концентрация. Ну и дальше, собственно, от этого анализа зависит, что мы будем делать. Теперь парам, у которых не получается стать родителями в течение года, попасть на прием к специалистам стало проще. Минздрав открыл зеленый коридор, чтобы пациенты, минуя регистратуру и приемы в женских консультациях, могли напрямую попасть к нужному врачу. Лечение стационарное и амбулаторное. У нас есть современное оборудование медико-эмбриологическое. Они получают лечение противовоспалительное. В условиях стационара тут же у нас на базе перинатального центра женщина отправляется в отделение гинекологии. Запись также ведем мы. Телефоны специалистов перинатального центра указаны на экране. Кстати, комфортным посещение врача станет и для приезжих пациентов. Прием будет построен так, что все нужные процедуры, обратившиеся, пройдет за один день. Напомним, возведение перинатального центра в нашем регионе стало одним из приоритетных направлений в работе правительства Хакасии. Ход строительства курировал глава республики. Меньше чем за год в перинатальном центре появились больше трех тысяч малышей. Мы вместе с вами радуемся этому событию. Оно для вас, я считаю, очень грандиозное, большое, наверное, самое долгожданное. Рождение ребенка – это, наверное, действительно самое большое событие в жизни. В планах Минздрава развивать хирургические методы лечения женщин и новорожденных, осваивать новые методики и технологии, касающиеся репродуктивного здоровья. Кстати, скоро Хакасия отметит одну из главных дат в истории молодого перинатального центра. Первым малышам, появившимся здесь на свет, в сентябре исполнится годик. Татьяна Лукут, Станислав Колчинаев, РТС.